Здравствуйте, с вами календарь рыболова от портала Трофей. Начало февраля ознаменовалось ослаблением морозов и установлением более теплой и комфортной для рыбаков погоды. Несмотря на то, что ночная температура по-прежнему низкая, минус 10-14 градусов, дневная повысится до минус 5-8 градусов. К выходным следует ожидать еще большего потепления. Температура достигнет плюсовой отметки в дневное время. На протяжении недели сохранится преимущественно солнечная и ясная погода с возможными осадками на выходных. В начале недели следует ожидать средний уровень клева, который заметно увеличится во второй половине. Установившееся высокое атмосферное давление также повлияет на клев и поведение рыбы. Рыба будет клевать не столь активно, ее придется искать, облавливая новые места и акватории. Активность платвы зависит от наличия кислорода в водоеме и от температуры воды. На глубине теплее, поэтому платва будет стараться держаться больше там. Для успешной ловли платвы обязательно следует воспользоваться прикормкой. Она может быть как промышленная, так и приготовленная собственноручно. Отлично подойдет в качестве прикормки мелкий мотыль. Не обойтись рыболову и без кормушки. Цельсообразно сделать в паре десятков сантиметров другую лунку, в которой поместить кормушку, что позволит удержать рыбу на месте лова в активном состоянии. Ловить платву в феврале лучше всего на мормышку. Такая ловля будет значительно эффективнее. Выбирая мормышку, следует обратить внимание на несколько важных моментов. Первый из них – это цвет. В запасе должны быть как светлые, так и темные мормышки. В облачную погоду светлые мормышки будут лучше видны. И наоборот. Светлую ясную, темные заметнее. Также более светлые мормышки подойдут для ловли на большой глубине, более 4 метров. Размер мормышек маленький. По форме должны напоминать личинок, насекомых, червей, водоросли. Размер крючка номер 2-4. В качестве насадки – опарыш и мотыль. Помните, что в яркий день лучше не убирать снег с лунки, дабы не распугать платву. С платвой по соседству практически всегда ходит окунь. С началом февраля на его активности все больше сказывается насыщенность водоема кислородом. Поэтому избегаем мест с большим количеством растительности, отдавая предпочтение водоемам с хорошей циркуляцией воды. Помимо мест с малым числом донной растительности, ловим окуня у затопленных, одиноких коряг и кустарников. Высокое давление и нехватка кислорода делает окуня не столь подвижным. Поэтому для успешного лова придется больше перемещаться по акватории, бурить лунки в поисках именно активного, желающего клевать на приманку окуня. Но даже пассивного окуня можно с успехом ловить при правильном блеснении. Опуская и поднимая блесну, поддергивая и стучая ею по дну, необходимо делать паузы не менее 10 секунд. Атаковать окунь будет именно в них, считая, что приманка потратила много сил и станет для него легкой добытой. Если же поддергивание блесной слишком частое, то окунь так и останется стоять рядом, совершенно не реагируя на нее. Для плавной игры блесной кивок должен быть более длинным, 90-120 мм и изготовлен из полимерной пластины. При выборе цвета блесен в феврале можно пробовать различные, как яркие, так и более тусклые. В большей степени успех будет зависеть от водоема, поэтому экспериментируйте. При ловле на мормышку выбираем маленькие размеры различных цветов. Хорошо зарекомендовали себя мормышки формы капля, личинка, дробинка, чертик. Кивок следует подбирать почувствительнее, а леску потоньше. Эффективная техника игры с мормышкой. Опустить на дно и, постучав, медленно начать подъем, немного подергивая. Подняв на высоту до полуметра от дна, опустить и повторить цикл еще раз. Друзья, на этой неделе ловим окунь облеснением и на мормышечную снасть с мотылем. На небольших глубинах выдерживаем паузы при игре наживкой, а также ловим плотву на глубине на мормышечную снасть. До встречи на льду! Субтитры создавал DimaTorzok